Баклажанная икра Но зачем покупать, если можно приготовить? Пожалуй, каждая хозяйка в СССР знала тот самый правильный рецепт. Сегодня в меню. Икра баклажанная, суп из щавеля, печень по-строгановски, ягодный крем. 30-е годы прошлого века – эпоха реформ и экспериментов в общепитии СССР. В книге о вкусной и здоровой пище достижения консервной промышленности Советского Союза сравнивались с дореволюционными. Выходило, что в СССР только один комбинат имени Микояна выпускал консервов больше, чем 140 предприятий в царской России. 100 миллионов банок в год против 93 миллионов. Закатывали в банки буквально все – от рыбы и супов до простой воды. Особое место на полках гастрономов занимали овощные консервы. Советские хозяйки хоть и доверяли промышленности, но без устали консервировали сами, полагая, что та же баклажанная икра, приготовленная в домашних условиях, будет закуской, как в ресторане. В кафе, в ресторанах, потому что баклажан в свободной продаже в советское время было очень мало. Эта закуска была, можно сказать, одна из деликатесных. Возьмем два крупных баклажана, один помидор, репчатый лук и дольку чеснока, немного растительного масла, 70% уксусную кислоту, соль и перец, а также зелень, укроп и петрушку. Очищаем баклажаны, срезаем хвостики и кожицу. Доказано, что в этой оболочке, в синенькой, содержится ядовитое вещество, которое называется солонин. Он находится в кожице и под кожицей. Для нашего блюда нарезаем баклажаны крупными кубиками, а для консервации хороша будет мелкая нарезка. Можно приготовить, сделать заготовки и на зиму. В процессе тушения обязательно добавить уксус, чтобы она хранилась хорошо. Чтобы избавить баклажаны от горечи, можно замочить их в холодной воде. Но есть и другой, более полезный способ – посолить и оставить на полтора часа. Когда мы посыпаем просто сухой солью, пищевая ценность баклажан сохраняется лучше. Шинкуем лук и жарим до полупрозрачности на растительном масле. Помидор бланшируем, так будет легче снять кожицу. Можно ее готовить без помидора, но с добавлением томатного пюра. Нарезаем помидор кубиками и отправляем его в сковородку, где жарится лук. Тушим смесь полчаса. Тем временем сцеживаем сок, который дали баклажаны. Промывать не нужно. Смываются все питательные вещества. А все баклажаны, они очень полезны чуть ли не через все заболевания. Жарим баклажаны на растительном масле полчаса. Затем соединяем все овощи, накрываем сковородку крышкой и тушим еще 30 минут на среднем огне. За 5 минут до готовности добавим зелень и чеснок. Если помидор кислый, уксус не понадобится, но у нас сладкий томат. Поэтому выливаем несколько капелек уксусной кислоты в воду и добавляем в икру чайную ложку этого раствора. Повторно солить баклажаны не нужно, а вот перчик сделает блюдо вкуснее. Ой, аромат. Выкладываем на тарелки и украшаем зеленью. Вот она, икра баклажанная. Не заморская, а наша отечественная. Рецепт баклажанной икры. Очистите баклажаны от кожицы, нарежьте кубиками, посолите и оставьте на полтора часа. Слейте с баклажанов сок и обжарьте их на растительном масле в течение 30 минут. Нашинкуйте лук и обжарьте до полупрозрачности. Ошпарьте помидор, снимите кожицу, нарежьте мякоти, соедините с луком. Тушите 30 минут. Соедините все овощи, тушите еще полчаса в закрытой посуде. За 5 минут до готовности добавьте зелень, чеснок и чайную ложку уксусного раствора. Прогрейте закуску еще 5 минут. Привет! Это канал «Вкусно по ГОСТу». Название говорит само для себя. Здесь мы готовим вкусное блюдо по проверенным советским рецептам. Подписывайтесь, ставьте нам лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски нашей программы. Пол-литра. Историки кулинарии подсчитали, что именно такой была средняя порция супа в советской столовой до начала 50-х. Диетологи установили эту жесткую норму для рабочих столовых. Позднее порции уменьшили. В том числе и потому, что не каждое первое блюдо можно было есть в таких объемах. Например, суп из щавеля. И дело не во вкусе. Это, конечно, источник витамина С, минеральные вещества. Но бытует мнение, что детям, маленьким детям и людям более пожилого возраста не рекомендуется большое количество потреблять этого супа. Щавелевая кислота способствует выведению из организма кальция. Ну, если за время сезона раз в неделю скушать такой суп, вреда для здоровья не будет. На литр супа нам понадобится щавель, 100 граммов, куриный бульон, зелень, укроп, петрушка и зеленый лук, вареное мясо птицы, два крупных клубня картофеля, немного репчатого лука, маргарин, две столовые ложки сметаны, вареное яйцо, соль и перец по вкусу. Сначала разогреем бульон. Лучше взять куриный. У нас суп сегодня будет с вами диетический. И бульон тоже должен быть вот такой. Пока бульон закипает, нашинкуем репчатый лук и обжарим его на маргарине до полупрозрачности. Также возьмем зеленый лук, срежем белые корешки и тоже слегка их поджарим. Нарезаем картофель и опускаем в кипящий бульон. Добавляем жареный лук и варим 10 минут. Солим. Измельчаем зелень, лук, укроп, петрушку, щавель и высыпаем ее в бульон. Зелень содержит витамин С большого количества, при кипении он разрушается, поэтому доводим до кипения. И сразу же убираем суп с плиты. Он готов, но по советским меркам недостаточно калориен. Вот почему его всегда подавали с мясом и вареным яйцом. Рецепт супа из щавеля. Разогрейте бульон, нашинкуйте лук и обжарьте до полупрозрачности. Добавьте в кипящий бульон жареный лук и нарезанный картофель. Варите 10 минут. Нашинкуйте зелень, добавьте в суп и доведите до кипения. Положите в тарелку мясо и налейте суп. Подавайте с вареным яйцом. Мясо бифстроганов. Во всем мире считают, что это русское блюдо. Но по одной из версий его придумал повар-француз, который был на службе у российского графа. Тем не менее, это горячее на нашей кухне прижилось. Как и его вариации. Например, печень по-строгановски. Готовили часто в предприятиях, в школьных столовых готовили. Потому что печень обладает высокой пищевой ценностью. На две порции этого горячего понадобятся печень, 250 граммов, треть стакана воды, 3 столовые ложки сметаны, столовая ложка муки, немного репчатого лука, маргарин, томатное пюре. Для гарнира картофель и сливочное масло, соль, перец, петрушка и укроп, а также болгарский перец. Шинкуем лук соломкой и обжариваем на маргарине. Клубням картофеля придаем одинаковую форму. Затем варим их в кипящей соленой воде. Когда лучок станет полупрозрачным, пора добавить в него томатное пюре. Прогреем 10 минут и займемся соусом. Добавляем масло, разогреваем и высыпаем муку. Должен появиться такой легкий, приятный запах каленого ореха. Охлаждаем муку и добавляем в нее воду. Перемешиваем, возвращаем сковородку на плиту и доводим смесь до кипения. И прогреваем сметану на водяной бане. Стала более жидкая, но не свернулась. Добавляем сметану в основу соуса, перемешиваем, доводим до кипения и соединяем с томатной пастой, тушеной с луком. Еще немного прокипятим, и соус готов. Приступаем к приготовлению печени. Очень быстро готовится. Ее ни в коем случае нельзя перетушить, пережарить, иначе она будет очень сухая. У печени есть пленочка сверху, ее необходимо зачистить. Нарезаем печень тонкими полосками. Жарим на маргарине буквально 2-3 минуты. Добавляем соль. Как только печень станет серой, убираем ее с плиты и соединяем с соусом. А теперь буквально 1-2 минуты потушим. И лайфхак для хозяек. Если кто-то из домашних не любит печень, можно добавить в блюдо побольше зелени. Нарежем перчик на дольки и подрумяним его на сковороде. Выкладываем на блюдо вместе с печенью. А вареный картофель обязательно польем растопленным сливочным маслом. Рецепт печени по-строгановски. Обжарьте лук в маргарине до полупрозрачности. Добавьте томатное пюре и тушите 10 минут. Обжарьте муку на сливочном масле до появления орехового запаха. Охладите, добавьте воду и доведите основу соуса до кипения. Прогрейте сметану на водяной бане и добавьте ее в соус вместе с луковой смесью. Доведите до закипания. Очистите печень от пленки и обжарьте в течение 2-3 минут. Добавьте соус и тушите еще 2 минуты. Добавьте в блюдо зелень, подавайте с вареным картофелем и перцем. Чизкейки и муссы. Наш ответ за морским сладостям. Кремы. Где советские кулинары позаимствовали этот десерт? Еще в 19 веке хозяйки изучали книгу выпускницы Смольного института Елены Малаховец. Эта работа включала полторы тысячи рецептов. И особое место в ней занимали кремы, рецепт которых, судя по всему, и переосмыслили спустя десятилетия. Готовили из черной смородины. Раньше большое количество собирали земляники лесу, ее можно было использовать. Но сейчас как бы расстоянная ягода – это Виктория, поэтому будем готовить крем-ягодный микс. На две порции крема понадобятся свежие или замороженные ягоды, подойдут клубника и черная смородина, полтора стакана охлажденных жирных сливок, сахарная пудра, треть стакана воды и чайная ложка желатина. Заливаем желатин холодной водой на 30-40 минут. Пока настаивается, взбиваем охлажденные жирные сливки. Сливки ни в коем случае перебить нельзя. А вот как только на венчике начнут хорошо держаться, так это говорит о готовности. И убираем в холодильник. Убираем хвостики с ягод и пюрируем их с помощью блендера, добавляя сахарную пудру. Можно по вкусу, поэтому мы сегодня добавили не все. Виктория сладкая у нас. Желатин настоялся, но нам он нужен растворенным. Наливаем в сковородку кипяток, ставим в емкость чашку с желатином и перемещаем на плиту. Ну, очень важно, то есть желатин нельзя кипятить, иначе его жилирующие свойства ослабевают. Смешиваем все ингредиенты. Делать это нужно быстро, чтобы сливки не нагрелись, иначе на десерт у нас будет не крем, а желе. Ягодное пюре мы просто перемешиваем двоим, ни в коем случае не взбиваем. И добавляем подготовленный желатин. Выкладываем массу в кондитерский мешок и выпускаем в креманке. Убираем в холодильник, пока десерт не застынет. Рецепт ягодного крема. Залейте желатин холодной водой на полчаса, затем подогрейте, пока масса не растворится. Взбейте охлажденные сливки и уберите в холодильник. С помощью блендера сделайте из ягод пюре. Соедините взбитые сливки, пюре и желатин. Перемешайте массу и выложите в креманке. Охладите десерт до полного застывания. При подаче украстьте свежими ягодами. Щивень сорняк. Так долгое время считали в России. В 17 веке над иностранцами, которые ели траву на обед, только посмеивались. Хорошо, что распробовали. Иначе не есть бы нам с вами сейчас этого наваристого супчика и не приговаривать, что раньше было вкуснее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова